Залют дамы и господа, с вами я Митатроныч и сегодня в рамках проекта цена выживания, его вы можете увидеть здесь и остальные серии там же посмотреть, мы рассматриваем бюджетные фонари. Какие же они бывают? Сегодня наш выбор пал на трехэлементный фонарь с тир оптика, я его уже открыл, попользовался, чтобы сложить мнение и рассказать вам. Вот она, раз такая этакая тир оптика. Вы знаете, HotSpot не очень меня впечатлил у этой тир оптики, ожидал я гораздо большего. Фонарь однорежимник, сразу хочу сказать, это минус и питается от трех элементов, от трех элементов мизинчиковых. Но тут как минус, так и плюс, потому что выхода нет, мы рассматриваем фонари, которые работают на распространенных элементах. Но хотелось бы, чтобы была возможность 18650 еще заиметь. Также, смотрите, попался мне немного косячный фонарь, из блистера этого видно не было, а вот раскрыл и здесь вот просто то ли литье, то ли, я не знаю, ну вот пальцем чувствуется бороздка. Даже не знаю, что это, то ли скол, то ли он ударился как-то. Вот, ну я его не бросал, ничего, просто из коробки скол вот этот был. Да, также еще из коробки была наклеечка, которая показывала, что нельзя светить в глаза, но я убрал, неужели нельзя было гравировочку сделать. Но да ладно, это я уже, это я уже большего хочу, чем фонарь этого достоин. Кнопочка самая обычная. Сейчас я покажу внутри конструкцию, вы будете удивлены изобретением велосипедов. Давайте для начала я покажу, вот как он светит. Здесь диодик XRE находится, да, это не супер новейший диодик, но тем не менее, это CRI, это CRI и это не безродный Китай, как, например, на том же аккумуляторном, да, это CRI. Вот, вот этот бы CRI, да, поставить в аккумуляторный было бы вообще, по-моему, шикарно, но нет, его воткнули сюда. Компания позиционирует его как водозащищенный, противоударный и дальность видимости 150 метров. Можно это все убрать и сразу сказать, ну да, противоударный, что с ним будет? Упадет и упадет. Здесь тир оптика, она из пластика, это не стекло, так что разбиться в дребезге она, ну, в принципе, не может. Поцарапаться, да, разбиться нет. Дальше тут ломаться, в принципе, нечему. Алюминиевый корпус, я не знаю, это анодирование или покраска, ну, выглядит все это не очень так шикарно, я бы сказал. Такое ощущение складывается, что это все вот просто покрашено в черный цвет. Имеется два кольца, он раскручивается как с головы, так и с хвоста. Да, кнопочка. Вот защиту не проверял. Могу сразу сказать, не проверял. Пока что мне не до нее как-то не случилось возможности. Смотрите, здесь беленькое уплотнительное кольцо, собственно, голова сама. Беленькое уплотнительное кольцо, а вот в хвосте уплотнительное кольцо уже черное. И сейчас вы увидите самое интересное. Внимание. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас начнется. Вот, вот, вот оно черное кольцо. То есть, спереди силиконовое, сзади, ну, не знаю, какое, в общем, сейчас. Самое интересное. Вот. Просто, что это за инженерная мысль придумала сделать это вот так вот. Он не прилип, не примагнитился, он просто вот так выезжает. Как, знаете, как какое-нибудь биологическое оружие из контейнера. Так, осторожно, осторожно, как в фильме «Скала». И тут такие биоконтейнеры висят. Меня это позабавило. Могли бы сделать, на самом деле, классическую систему. Оно три батареечки и плюс еще переключение по кнопочке. И тогда можно было поставить 18650. Но, ребята, что-то тут намудрили. Тут жутко мудреная китайская система. Все еще подпружинена, напружинена. Это какая-то жесть. Три аккумулятора, либо три мизинчика. Вставляем и работает. Посмотрите, я выкручу. Здесь все в смазке. И очень все сильно намазано. Все смазано, перемазано так, что как будто там просто окунали их. Вот. И вот она сама кнопочка. Вот она. То есть, кнопочка у нас прикручена к батарейному отсеку. И она как бы включает батарейный отсек или выключает. Я такое не видел. Вот, друзья. Ну, не пользовался. Не встречал. Наверняка среди китайских фонарей это вполне распространенная схема. И кто ими пользуется, сейчас скажет «А! Метатроныч, ты чё? Это уже там пять лет как-то такие вот делают». Но я помню еще те старые-старые времена, когда китайцы начинали на рынке выходить. У них три элемента было тоже, да, мизинчиково. Но вот этот бокс, кассета для них, она была просто отдельно и представляла такой вида 18650 аккумулятора. То есть, грубо говоря, можно, например, было взять вот 18650, да, и вот просто вставить в фонарь. И он работал. С этим такая система не пройдет. Ну, понятно, да, почему? Потому что здесь вот он плюс, вот он минус. То есть, ток идет не через корпус, а непосредственно в самом этом батарейном блоке. Так, дальше смотрим. Ну, здесь все покрашено или анодировано, я уж не знаю. Аж, собственно, внутри тоже все. Ну, не такой он уж и толстый. Очень легенький. Не знаю, что за алюминий. Ну, очень-очень легенький. На жесткость не проверял. Ну, я думаю, если упадет, то страшно ничего не случится. Вот. По поводу водозащиты, каких-то супер-пупер тестов, я же говорю, не проводил. У меня сейчас дожди внезапно идут. Так, когда ты в руке несешь, собственно, как он намочится? Да никак. То есть, те капельки, что там сюда-туда могут попасть, это ерунда. Погружать еще не погружал. Интересно будет. Погружу, могу рассказать потом в подкасте. Ну, вот. Кнопочка такая вообще очень-очень китайская. Все так зализано. Ну, мне кажется, через кнопочку промокнет. Ну, а может и нет. Опять же, а может и нет. Потому что, как вот бывает. Например, у меня были большие надежды на автомобильный фонарь. Мне казалось, что он будет хороший. Оказалось, ну, мне он без необходимости оказался. Здесь я тоже ожидал. Вот повелся на тир оптику. Неплохо светит. Ну, знаете, так в районе это 100 люмен, 120, может быть, 150. Ну, где-то так. 100, 150. Вот так вот. Причем засветка еще вокруг очень широкая. То есть, вот. А вот, вот, вот. Вы видите, как она начинает разбегаться. Это засветка и все. И понеслось. А дальше вот остается само пятнышко. Само пятнышко, например, с расстояния, ну, где-то метра два имеет диаметр сантиметров, может быть, сантиметров 40-50. То есть, это небольшая точка. Но, вот, как они пишут, на 150 метрах, может, там что-то и лучше. Ну, посмотрим, посмотрим, когда вот окуну его. Так-то ходить вполне можно. Минусы я уже озвучил. Да, могу еще раз то, что три элемента и один режим всего лишь. Один режим. Или я говорил, или еще не говорил. В общем, режим один. Это для меня минус. Сделали бы хотя бы два. То есть, какой-то минимальный и вот максимальный. Это лучше для фонаря в условиях БП какого-либо, чем один режим. Однорежимник все-таки... Ну, это не тот однорежимник. Был бы это дальнобой, прожектор, в котором достаточно одного режима, да, вот просто, потому что он прожектор. Но это просто фонарик. Здесь бы несколько режимов. Было бы, было бы хорошо. Потому что вот налобники нас ждут на обзоре. Налобники имеют несколько режимов. Почему же здесь один сделали? Ну, не знаю. Тоже не доглядел. Надо было читать внимательнее. Ну, почему-то показалось мне, ну, раз стир оптика стоит, думаю, значит, ну, хотя бы там два-три режима будет. Ничего подобного. Просто один режим. Плавненько, так плавненько, собственно, просаживается. И все. Мои оценки. Немного переоцененный, мне кажется, фонарь. Еще посмотрел вот на аккумуляторный блок и здесь увидел вообще дату очень-очень древнюю. 03-2013 год. То есть, получается, практически два года этой модели, как минимум, если судить по дате на аккумуляторном отсеке. Весьма старая. Выглядит он, кстати, как все китайцы. То есть, неказистый, ничего такого. Оптика сбивает с толку сразу. Диоды оптика. Кажется, вау, 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 вау эффект. Ну, нет. Вау эффекта нет. Брать, не брать, решать вам. Пока что, на мой взгляд, лидером является аккумуляторный фонарь сей тройки, что мы посмотрели. Но вот налобнички потестирую, там, мне кажется, лидером в лидеры выбьется. Хотя бы тот же налобничек зелененький, как его, дроид, который похож на Next Torch. Он 100% хороший. Мне кажется, там не будет ничего плохого, потому что, ну, копия, она и есть копия. А вот здесь с Т3, что-то как-то, что-то как-то. Хотя здесь вот, пожалуйста, в рекламе картинка светит, далеко все. Ну, тут непонятно, что за выдержка, как фотографировалась, как чего, где чего. Собственно, на этом все, друзья. Спасибо за внимание. Можете поставить большой палец вверх, если вам понравилось данное видео, и подписаться на канал. А также не забудьте зайти в первый выпуск Цены Выживания, и дальше там линки на все остальные выпуски прямо во время передачи. Нажимаете и смотрите далее, 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 далее. Если вам интересно, к чему привязаны эти фонари, к какому выпуску. Бюджетные фонари рассматриваем с вами. Напомню, что осталось два налобничка. Их мы посмотрим несколько позже. Но теперь точно все. До скорых встреч, хорошего настроения, и делайте в жизни что-то полезное, пока есть время. А с вами был я, Метатроныч, или Олег Гром, кому как больше нравится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok